Здравствуйте, вы на канале про продукт. Как правильно солить чеснок. Все домашние консервы уникальны по своим вкусовым качествам, различаются рецептурами, каждая хозяюшка применяет свои секреты приготовления, поэтому заготовки каждого дома индивидуальны и особенны. Можно купить соление в магазине, но фабричные консервы отличаются от сделанных с любовью домашних, а некоторые оригинальные продукты сложно найти, к примеру, соленый чеснок. Чтобы разобраться, как солить чеснок головками, надо изучить рекомендации специалистов кулинарии, выбрать понравившийся рецепт и дерзать. Свойства чеснока и использование классического метода засолки. Соленый чеснок универсален в своем применении. Это и самостоятельная закуска на зиму, и дополнительная составляющая разных блюд. Растение настолько полезно, что спасает организм человека зимой и в межсезонье, во время разгула вирусов, уничтожая большинство микроб. Это лекарственное растение от множества недугов. Чеснок и заготовки из этого овоща можно употреблять весь год. Повара разных стран имеют свои рецептуры, как солить чеснок или мариновать его. Если готовить малосольный овощ, то нужно запастись чесноком, литром вотс, 80 граммами соли, листиком хрена, 3 укропными зонтичками, 6 горошинами душистого перчика, 3 черно-смородяными листиками. Должна получиться трехлитровая банка продукции. Для того, чтобы солить чеснок, можно воспользоваться литровыми или полулитровыми емкостями, пропорционально разделив состав ингредиентов. С чеснока ножом очищается шелуха. Свежие зубчики хорошо чистятся руками. Приготовление маринада начинается с разогревания воды в кастрюле и растворения в ней соли. Предварительно стерилизуют банки. Каждую укладывается смородинник и листик хрена, укропный зонтик и перчик. Берут чесночные дольки и насыпают их в емкость исполна. Вливают рассольную жидкость и закатывают банки. Совет, если малосольное блюдо готовится не на зиму, его не нужно закатывать. Можно лишь укрыть банки марли, поставив их в комнате на 4 дня, а после убрать в холодильник. Соление из молодого овоща. Чтобы солить, потребуется взять кило молодых чесночных головок и 300 граммов. Соли. Чеснок перебирается, корешки удаляются с помощью ножика. Очищаются только верхние чешуйки, слой прилегающих чешуек не трогают. Растение маринуется цельно. Немного соли рассыпается по баночному дну, чеснок укладывается в первый слой, который посыпается солью. Делается второй слой чесночин, покрывается солью, манипуляции повторяются до баночного горлышка. Завершающим слоем будет соль. Для закрытия подойдут крышечки. Продукция хранится в прохладе. Этот рецепт можно использовать, если хочется получить плотный и хрустящий соленый овощ. Метод царского посола. Грузинская кухня славится своими аппетитными кушаниями. Соления Грузии получаются тоже на славу. К примеру, можно засолить чеснок в домашних условиях по царской рецептуре. Потребуется 20 чесночных головок, 0,5 стакана сахарного песка, 9 черно-перечных горошков, душистый перец, 9 горошин, гвоздика в сушеных бутонах, 3 штуки, виноградный уксус, 0,5 стакана, виноградный сок в объеме 1 литра, соли и воды на глаз. Прежде чем их будут солить, чесночины 2 недели просушивают в прохладе. С подсушенного продукта срезаются корневые части, снимается порченая шелуха. Сырье складывается в посуду, сверху наливают холодную воду и на сутки чеснок оставляют вымачиваться. На следующий день головки достают, снимают верхние чешуйки и укладывают в объемную, но невысокую тару. Готовят обычную рассольную жидкость, растворив пару столовых ложек соли в воде и нагрев ее. Рассол заливается в кастрюлю с чесноком. Засоленный продукт настаивается 21 день, при этом жидкость меняется каждые сутки. Дальше готовят маринадную жидкость. В чистую кастрюлю наливается вода, после закипания в нее всыпается сахарный песок и соль. По половине стакана добавляются все приправы и вливается уксусная эссенция. Маринадную смесь следует пару минут прокипятить и, остудив, пропустить через фильтр или марлю, замариновать раствором чеснок. Банки укрываются куском марли и ставятся на 2 недели на полку холодильника. По истечении этого времени маринад нужно слить, взять виноградный сок. В нем чеснок настаивается 7 дней. Через неделю требуется слить сок, залить продукцию маринадом, держать в холодном месте 5 дней, и блюдо на зиму готово. Засолка чеснока со смородиновым соком. Если солить овощ, используя этот рецепт, чеснок получится с приятным ароматом смородинки и интересным на вкус. Для приготовления понадобятся 2 кг чеснока, 400 г красной смородины, 700 г воды, 100 г сахара и 70 г соли. Ягоду смородины заливают кипящей водой, добавляют необходимое количество соли и сахара, смесь должна закипеть. После закипания смородиновую смесь протирают через сито и остужают. Чеснок промывается, с него срезаются корневые места и убирается верхняя кожура. После суточного замачивания в воде головки чеснока омываются чистой водой. Для того, чтобы солить, сырье плотно набивается в банку, сверху вливают смородиновый раствор. Емкость прикрывают чистым куском ткани, надавив сверху грузом. Хранят прохладе, можно оставить продукт в погребе, подвале или холодильной камере. Засол со свекольным соком. На 2 кг головок чеснока потребуется 300 г свекольного сока, 700 мл воды, 50 г сахара и 70 г соли. Прежде чем начать солить продукт, чеснок промывается, стебли и верхняя шкурка счищаются. Сырье 24 часа должно постоять, замоченное в воде. Вымоченный продукт ополаскивают и плотно, ряд к ряду, укладывают в емкость. Нужное количество соли и сахарного песка размешивают с водой до растворения кристалликов. После кипячения раствора его необходимо остудить и прилить к нему только что выжатый свекольный сок. Готовую жидкость наливают в тару с чесночком, сверху прикрывают тканью и придавливают гнетом. Чеснок в банке должен быть погружен в раствор так, чтобы жидкость находилась выше овоща на пару сантиметров или немного больше. Хранение чесночной продукции допускается только в холоде. Прекрасным местом послужит холодильник, подвальная зона, балкон или погреб. Безуксусный метод с рассолом. Солить овощ можно, используя рецепт без уксуса, продукция будет храниться в рассольной жидкости. Кроме чеснока составляющими заготовки на зиму будет литр воды и 100 граммов соли. Перед тем, как начать солить продукцию, чеснок в головках моется, грязь вычищается, места, где росли корешки, необходимо срезать. Головки засыпаются в посудину. Для вымачивания в течение трех дней к ним приливают холодную воду, чтобы она полностью закрыла продукт. Вода меняется два раза в день. Когда сырье настоится, жидкость сливают. Перед тем, как приняться солить, готовят стеклянную тару. Банки 5 минут стерилизуют кипятком. Между тем, занимаются варкой рассола. Размешав соль с водой до растворения, жидкость кипятят, остужают и процеживают. Овощ в головках закладывается в емкость и заливается рассолом. Банки следует закатать и отправить храниться в прохладу. В месте хранения не должно быть света. Рецепт позволяет сохранить всю пользу чеснока. Чесночные зубчики и укроп в солении. Можно приготовить на зиму ароматный и с особым вкусом соленый чеснок. Чтобы солить овощ, потребуются дополнительные ингредиенты. Зеленый укроп, 250 граммов соли и 10 литров воды. Перед тем, как солить, овощи чистятся. Шелуха снимается аккуратно. В воде растворяют соль. Рассол кипятить не нужно. Продукт рассыпается по стеклянным баночкам. Наверх выкладывают по пучку укропа. Заливают продукцию рассолом. Для закрытия используют полиэтиленовые крышки. Не обязательно оставлять соленый чеснок в холодильнике. Достаточно убрать его в затемненное нежаркое место. Срок годности продукта составит срок в 3 года. Соленые чесночные стрелки. В стрелках овощи много полезных компонентов. Если их солить, потом можно использовать в супах и мясных блюдах, салатах или как оригинальную закуску. Чтобы солить стрелки чеснока, кроме них потребуется 5 черно-перечных горошинок, 4 сухих бутончика гвоздики, от 2 до 4 кусочков острого перца чили, литр воды и 100 грамм соли. Перед тем, как солить чесночную зелень, ее промывают и нарезают кусочками примерно по 7 см. В полулитровые либо литровые стеклянные банки насыпают пряные ингредиенты и чесночную зелень. Готовят рассольную воду, наливают ее в емкости с продукцией. Заготовка хранится в холоде. Для зеленого чеснока можно применить метод, где солить его в сахарном рассоле. Для литра воды берут 5 больших ложек соли, 2 ложки сахара. Стрелки с приправами заливаются рассолом, хранятся в прохладном месте. До следующего выпуска и не забывайте подписываться на наш канал. Продолжение следует...